Слава Богу. Аллилуйя. Прямая трансляция на ютубе. Аллилуйя. С праздником всех, братья, сёстры, дорогие друзья. С праздником Пурим. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дэн, шесть утра в Киеве. Доброе утро всем, дорогие друзья, братья, сёстры, возлюбленные. Праздник Пурим, первый день сегодня. Праздника. Да, сегодня и завтра мы празднуем Пурим. Так. Здесь меня... Чего-то не включается. Надеюсь, меня уже слышно, видно. Вроде трансляция началась уже. Идёт. Слава Богу. Да, приветствую всех. Доброе утро. Доброе, благостовенное утро. Вот. И сегодня я хочу Господа прославить за всё, поблагодарить Его. И прочесть, также продолжить чтение из книги «Исфирь». Да, целая книга Библии, книга «Исфирь» посвящена этому празднику, святому, удивительному празднику. Ой, спасибо Господу за всё. Привет с Кирова, привет с Кирова, кировским святым всем радоваться. С Пуримом, с Пуримом, с праздником. Благословен Бог наш, Царь Вселенной Вселенной Всей, благословен Господь, Бог наш. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за это доброе утро. Благодарю Тебя, Господь. Милость Твоя обновляется, Боже, в наших судьбах, в нашей жизни. Благодарю Тебя, Господь Боже Святой, за этот удивительный праздник. Хотя прошло два с половиной тысячелетия почти, но Боже Всемогущий, перечитывая Библию, перечитывая книгу «Исфирь», мы восхищаемся действительно дивным Тобою, Богом Святым, нашим Творцом. Тобою мы восхищаемся, Господь. Боже, и даже если Ты напрямую не сказал о себе в этой книге, но Ты в каждом действии, в каждом акте этой книги, в каждой главе, Боже, Ты прославляешься. Ты прославленный Бог, Ты в судьбах наших прославленный. Благодарю Тебя, Господь. Если неверующие не знают, за что, кого, как благодарить, то мы знаем. Тебя благодарим и хвалим за все, за все. Аминь. Аллилуйя. Да, друзья, братья, сестры, кто подключается сейчас, кто подключился, приветствую всех, доброе утро. С праздником Пурим всех, с продолжающимся праздником Пурим. Вчера вечером начали празднования, сегодня сейчас продолжаем, и завтра вот эти дни, праздничные дни праздника Пурим. Аллилуйя. Я читаю из книги «Исфирь» Магелла Тестер. Читаю с четвертой главы начала. И знал Мардахай обо всем, что делается, и разорвал Мардахай одежды свои, и возложил на себя вретящий и пепел. И вышел он на середину города, и закричал голос криком великим и горестным. Я читаю книгу «Исфирь» в русском переводе с сайта вайкрат.ком. Это еврейский, такой атодоксальный сайт. И много очень интересного для себя я нахожу здесь. Вот и на других сайтах также, традиционного иудаизма. И мессианского. Кстати, у меня здесь тоже порекомендую, кто еще не читал. «Еврейские мессианские праздники. Пурим. Борис и Грисенко». Мне очень нравится эта книга. Уже читал ее. Это мне дали сейчас в школе здесь, где преподаю. Вот, подарили. А вообще, эту книгу уже читал уже, и нравится очень изложение. Вот, это из бесед мессианского раввина. Здесь моего друга Бориса Сауча Грисенко. Здесь, в Киеве. Да, вот, Пурим и предназначение Божьего народа. Мощные такие вот учения. Пурим, рекомендую. Это мессианские. Есть традиционные, есть не мессианские, а ортодоксального иудаизма. Хасидские, есть разные издания. Вот, просто светские, есть еврейские такие. Интересно тоже рассуждение о Пуриме. Вот, но в светском, современном иудаизме, больше здесь речь идет о карнавале, о таких, знаете ли, ну, обычаях современных, уже таких. И средневековых тоже. Вот, но смысл на самом деле в Библии очень глубокий смысл. В каждой книге есть вот эта глубина, есть эта, как сказать, тайна. И вот она раскрываема. И в каждой книге Библии Творец, Бог наш, он как-то особенно раскрывается, особенно показывается. Вот, и очень таинственно он раскрывается здесь, как тайна, раскрывается в книге Эсфири. И вот я в первых главах читал, вчера, да, вот читал. Да и сами вы, наверное, читали, уже перечитывали не раз уже эту книгу. Вот, что в первых главах там говорится вот о там событиях в царстве Ахашвироша, Артаксерса, в русском произношении. Обычно так, в синодальном переводе так, по крайней мере, его имя переводит, переведено. Оригинально это Ахашвирош. Вот, и в Шушанах, или же в Сузах, в русском Сев всегда, в Сузах, там, значит, была такая история, да, что, значит, возвеличил царь нечестивца. Большая беда, когда во власть приходят нечестивые люди, тогда всем очень плохо. И наоборот, великое благословение, один из уроков Пурима, как раз, вот, да, значит, это, конечно, очень больно читать и больно признавать Библию, в Библии, значит, тем верующим, что хотят жить вне общества, вне политики, вне, вообще говоря, что мы вообще, как бы, мы сами по себе, мир сам по себе. Не, 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 так не пройдет. На самом деле, книга Пурима рассказывает нам очень серьезно о том, что, если нечестивый правитель, если возле царя там нечестивцы стоят, то грешники, то ничего хорошего из этого не будет. И наоборот, если праведники, если богобоязненные люди, то трон укрепится, утвердится и будет благословение. Вот, тоже один из уроков таких. Вот так вот. И, ну, дальше, читаем. Мордехай узнал об этой, об этом страшном указе, что через год всех будут убивать, всех евреев. Замышлял оман нечестивый, по традиции, когда произносим оман, читаем в книге и сфере, то там ногами топаем, свистим, кричим. Ну, сейчас еще утро, еще, тем более, если на квартире, как бы. Вот, а так вот, если в синагоге где-то, там, значит, в церкви, то, значит, конечно, посвистим от души, да, похлопаем, значит, там, когда о хороших, как говорится, событиях, мы хлопаем, а когда там о плохих стучим, там, трещим, там, топаем, обычно, обычно топаем. Мы в церкви когда читали книгу и сфере, то там топали всегда. Вот, одним словом, вот такое произошло. Готовится холокост, одним словом. И вот Мордехай узнал. И слава Богу, что Мордехай не сказал там, ау, мы с Богом, все равно, мы же избранный народ, и Бог все равно заступится за нас. Не-не-не, не. Могло бы быть все, как во время Второй мировой, даже еще хуже еще. Тогда все евреи проживали, фактически, вот в царстве Ахашвироши, и могло бы быть вообще непоправимое, фактически, истребление, тотальное истребление всего еврейского народа. Представляете, такой геноцид был бы, шоа, настоящая трагедия была бы. И вот Мордехай, когда узнал об этом, он разорвал одежды свои, написано 4 глава. «Возложил на себя вретище и пепел, и вышел он на середину города, и закричал криком великим горестным, и дошел он до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. И в каждой области на месте, куда доходило слово царское, и указ его скорбь великое у иудеев, и пост, и плач, и причитание, и были вретище и пепел постелью для многих». То есть, не только Мордехай адекватно отреагировал на это, именно адекватная реакция – это молитва, это пост, это смирение, это покаяние. Но и много евреев тоже вспомнили, что они тоже иудимы, они тоже иудеи. То есть, иудеем Мордехай был назван здесь впервые, в Библии вообще, это великое святое слово, иуда, иудей, значит, иудей, значит, это славящий Господа Бога всемогущего, аллилуйя, аллилуйя. И он поэтому не прогнулся под изменчивый мир, он не прогнулся под омана, он не прогнулся под зло, потому что он сказал, что он иудей, он славит только лишь Богом, лишь Господу Богу поклоняется. Это, как сказал самый великий иудей во всей истории человечества, за все вот почти 6 тысяч лет нашего бытия, был самый великий иудей с большой буквы, это Иисус Христос и Ишуа Машеах. И на предложение врага прогнуться под изменчивый мир, прогнуться под него, значит, он сказал, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи, аминь. Вот достойный ответ настоящего иудея, в котором нет лукавства. И вот интересно, что многие, многие адекватно восприняли это, не пишется, что все, конечно, наверняка были разные люди, и тогда и сейчас всегда люди разные, по-разному реагируют. Но многие действительно стали, ну, как в Украине говорят здесь, як тревога, так до Бога, когда, значит, гром грянул, мужик перекрестится. И, условно, значит, короче, обратились к Создателю. И пришли служанки Эстер и Евнухи ее, и рассказали ей. И царица очень испугалась, и послала она одежды, чтобы одеть Мардыхая и снять с него вретище, но он не принял этого. И позвала Эстер Атаха, одного из Евнухов, царя, которого он приставил к ней, и приказала ему узнать у Мардыхая, что это значит и отчего это. И пошел Атах к Мардыхаю на городскую площадь, что перед царскими воротами. И рассказал ему Мардыхай обо всем, что с ним случилось, и о серебре, который Аман обещал отвесить царскую казну за истребление иудеев. Интересно, да, здесь? Обратили внимание? Мардыхай говорит обо всем, что с ним случилось. Это случилось с ним. Ой, вот то, что называется, принял он это к сердцу, принял это к себе. То, что со всем народом, это с ним случилось. И о серебре, обо всем. И дал он список с написанного указа. Указ-то был, конечно, так вот, не публичный, но... Везде есть свои уши, и, в общем-то, тайное рано или поздно становится явным. А когда вот такое событие, то Бог позаботился о том, чтобы действительно это стало явным. И список дал ему. Аллилуйя. Так, и дал ему список, 8 стих, 4 главы. С написанного указа объявлено в Шушане об истреблении их, чтобы показать Эстер и рассказать ей обо всем и велеть ей пойти к царю. Чтобы умоляла она его о милости и просила его о народе своем. И пришел Атах, и пересказал Эстер слова Мордахая. И сказала Эстер Атаху, и велела ему передать Мордахаю. Все служители царя и народ областей царских знают, что для каждого мужчины или женщины, которые придут незванными во внутренний двор к царю, один закон для них смертная кара. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, тот останется в живых. А я не звана была уже к царю уже 30 дней. И пересказали Мордахаю слова Эстер. И сказал Мордахай в ответ Эстер, не полагай в душе своей, что спасешься в доме царском одна из всех иудеев. Ибо если ты промолчишь в такое время, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такой ли поры и достигла ты силы достоинства царского. Аллилуйя. И сказала Эстер в ответ Мордахаю. У них такая вот переписка, будем так говорить, через доверенного человека. Сообщались они. Удивительный разговор, да. Иди собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте три дня, ни ночью, ни днем. И я со служанками моими тоже буду так же поститься, а потом пойду к царю, хотя это и не по закону, и если уж погибать, мне то погибну. И перешел Мордахай, реку отделявшую крепость Шушан от города, и сделал все так, как повелел ему Эстер. Дальше говорится следующее, в пятой главе уже. И было на третий день, оделась Эстер по-царски и стала в внутреннем дворе царского дома против... Против дома царя. А, извиняюсь. А царь сидел на царском престоле своем, в царском доме, против входа в дом. Вот так вот. Интересно сидел он, получается. Напротив прям входа сидел. Тоже. Такая милость Божья. Ведь он мог бы быть в другом месте, допустим. Вот. И стражники могли убить ее. Да, и было, когда увидел царь, царицу Эстер, стоявшую во дворе, снискала она милость его. И простер царь к Эстер золотой скипетр, что в руке его. И подошла Эстер и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что у тебя, царица Эстер, и в чем просьба твоя? Хоть полцарства проси, и оно тебе будет дано. И сказал Эстер, если, сказала так, если угодно будет царю, то пусть придет сегодня царь с Аманом на пир, который я для него приготовила. Да. Вот такая умная царица. Покушай вначале. Покорми. Вот. А потом уже прости, да. И сказал царь, поторопите Амана, чтобы сделать послову Эстер. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовил Эстер. То есть, ну, хорошее предложение, да. И царь с Аманом пришли. И сказал царь Эстер во время, как пили вино, скажи, что за желание у тебя? Ему, наверное, уже стало интересно. Вначале он там думал шубой отделаться. Ну, так, грубо говоря. Здесь уже на Перу он уже понял, что просьба будет побольше. Там, не знаю, может уже там какая-то Ламборджиния какая-то. Я не знаю. Одним словом, он уже заинтересовался. Ну, расскажи теперь, что за у тебя просьба. Полцарство, это так, это такое образное выражение. Реально, на самом деле, если бы она попросила полцарства, он, конечно, не дал бы ей. Это такое, общем, такое красивое такое, такая красивая присказка. Полцарство, но реально, значит, можешь только лишь на новую шубу рассчитывать, как бы, да. Вот, а здесь уже, да, здесь уже шубы не отделаешься. Он уже, конечно, уже так уже напрягся, может быть, даже где-то. Ну, кто его знает, о чем она просит, о чем будет просить. Ладно. Что за желание у тебя? Ему интересно уже, да? И оно будет исполнено, говорит. Ну, может, он там пальцы скрестил, может, я не знаю. Ну, короче, ну, мало ли, о чем попросит. И в чем просьба твоя? Хоть полцарства проси, и выполнено будет. Ну, опять вот это вот полцарства, он, конечно, так, загнул. И отвечала Эстер, и сказала, желание мое и просьба моя. Наверное, царь уже, так, ладно, я сейчас буду записывать ее желание. Вот. И Аману, наверное, интересно стало, наверное, меня-то причем здесь, как бы, они могли бы вдвоем попировать, и все, значит, просьба будет какая-то касающаяся, может, где-то и меня. Одним словом, интересная история очень даже. И дальше было так, что она сказала. Так. Восьмой стих пятой главы, да. Если снискала я милость в глазах царя, и если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то пусть... Такая пауза, тишина, наверное, она говорит. Придет царь с Аманом и завтра на пир, который я приготовила для них, приготовлю для них, и завтра сделаю я послова царя. Фу, ну, царь понял, что просьба, видимо, будет еще круче какая-то. Здесь уже не то, что там шуба или ламборджини, здесь уже что-то будет уже покруче вообще. Вот, здесь будет большая просьба. Действительно, здесь, ну, конечно, не по царству, но так вот замахнулась целиться. Ну, ладно. И Аман тоже, конечно, здесь немного так. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Ну, вот, шутка ли, он с первыми лицами государства отобедал, да, откушал. Но когда увидел Аман Мардахая, вот здесь, да, ложка дегтя для него была. Как бы он, фу, вот, все. Все, опять этот еврей, опять он здесь. У царских ворот, и тот не встал и не двинулся с места перед ним. То исполнился Аман гневом на Мардахая, но сдержался Аман и пошел в дом свой. И послал он позвать друзей своих и жену свою Зереш. И рассказал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих. Ну, хвастун еще тот был. Ну, хвастаться, вот почему всегда хвастовство в Писании Богом осуждается, да. Хвастовство это, конечно, как раз признак, вот, падшей человеческой такой натуры. Это церара, злого начала в человеке, старого ветхого человека, как мы говорим еще в христианстве, да. Ну, вот, рассказывал он все это. И обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над сановниками и служителями царскими. И сказал Аман, да и царица Эстер никого, кроме меня, не позвала с царем на пир, который она приготовила. То есть, вот даже. А так же и на завтра зван я к ней с царем. Но все это ничего не значит для меня. Понимаете, вот, насколько вот горделивая природа, природа падшего человека, да. Значит, она такая, злое начало, это церара, она в душе человека зло, это, что даже ему уже все не мило, когда вот что-то ему настроение испортило все. Ну, ладно. Значит, хвастовство, оно граничит всегда с неблагодарностью, да, вообще, и вот, и с обидчивостью такой. Очень родимостью такой. Ой-ой-ой. Он, одним словом, значит, расстроен. Расстроен. Ничего не значит для меня, хотя там даже, он сказал, ничего не значит для него, да, но, хотя даже одна, может, сотая всего того, что у него было, для любого обывателя его страны, большинства населения, для большинства людей его страны, это было бы просто, ну, мечтой вообще, исполнением всех его желаний вообще. Вот так вот, понимаете, какая такая есть неблагодарность. Ну, ладно, и обидчивость, он обиделся нам, надо же, ну, ладно. Так. Пока я вижу, пока вижу я Мордехая Иудея, сидящим во воротах царских. И сказал ему, зеря жена его и все друзья его, пусть приготовят дерево высотой в 50 локтей. Вот это мега-виселица, представляете, 25 метров. Ой-ой-ой. Это как на Сабантое вешают, да, значит, там проводы русской зимы, там, значит, столб ставят, значит, там подарки какие-то вешают, значит, там надо собрать. А это 25 метров столб. Вот это да. Вот, и сказал, да, зеря жена, пусть, значит, так это сделает высотой в 50 локтей. А утром скажи царю, чтобы повесили на нем Мордехая. И веселым иди с царем на пир. И понравилось слово это Аману, и приготовил он дерево. Вот это и приготовил он дерево, конечно, это мощно очень. Шестая глава. В ту ночь не спалось царю, и повелел он принести памятную книгу, летописи, и читали ее царю. Ну, не было телевизора, интернета в то время. Вот единственное развлечение было такое читать, он сам, может, и не мог, или не хотел. Ему читали на ночь. Ну, не сказки, а читали вот ночь ему. Всякие происшествия записаны в летописях. Где кто родился, кого убили, там что, ну, как бы, ну. Ну, новостная лента, будем так говорить, да, сообщалась. Все там в летописи. И найдена была запись, то есть нашли старые записи такие. Могли бы открыть бы что-то и поновее, но вот нашли запись. О том, как рассказал Мордехай о Бигтане и Тереше. О двух евнухах, царских и стражей входа. Которые замышляли, замыслили наложить руку на царя Ахашвей Роша. Да. И сказал царь. Он остановил, стоп. Что было сделано для Мордехая? Знак почета и уважения за это. И сказали отроки царя, прислуживавшие ему. Ничего не было сделано для него. Вау. Даже медалька не дали ему, не наградили. Даже почетную грамоту, даже по плечу не похлопали. И вообще ее, как бы, вообще ничего. И сказал царь, кто там на дворе? А Аман пришел тогда на внешний двор дома царского, чтобы предложить царю повесить Мордехая на том дереве, который он приготовил для него. И отроки царя сказали ему, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть он войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь, чтобы сделать для того человека, которому царь хочет оказать почет. И сказал Аман в сердце своем, кому кроме меня захочет царь оказать почет. И сказал Аман царю, тому человеку, которого захочет царь оказать почет, пусть принесут одеяние царское, которое надевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, и на голову, у которого возложен был царский венец. И пусть дадут одеяние и коня в руки одному из знатных царских сановников, и пусть отденут того человека, которому хочет царь оказать почет, и выведут его на коне, на городскую площадь, и возглашают пред ним, вот что делают для того человека, которому царь желает оказать почет. И сказал царь Аману, он-то думал, что это ему все, конечно, да? Возьми скорее одеяние и коня, и сделай так, как сказал ты, для Мардыхая Иудея, сидящего у ворот царских. Наши победили. Не упусти ничего из всего того, о чем ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и одел Мардыхая, и вывел его на коне, на городскую площадь, и возглашал пред ним, вот что делают для того человека, которому царь желает оказать почет. И возвратился Мардыхай к царским воротам, а Аман поспешил к себе домой, удрученный и покрыв голову. Нечестивец был посрамлен очень жестоко, для него это было очень жестоко. И рассказал Аман Зереш жене своей и всем друзьям своим обо всем, что с ним случилось. Поплакался он, да, пред ними. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, если Мардыхай, пред которым ты начал падать, из потомков иудеев, то не одолеешь его, а неминуемо падешь пред ним. Там еще в оригинальном тексте, еврей-то там немного, чуть по-другому, упади пред ним. То есть, была подсказка, что смирись и покайся, покайся. Но он невменяем был, буквально. Они еще говорили с ним, как пришли евнухи царские и поспешно увели Амана на пир, который приготовила Эстер. В седьмой главе дальше написано. И пришел царь с Аманом пировать царица Эстер. И вот этот второй день сказал царь Эстер в то время, когда пили вино. Скажи, что за желание у тебя, царица Эстер? И будет оно исполнено. В чем просьба твоя? Хоть полцарства проси, выполнено будет. И отвечала царица Эстер и сказала, Если снискала я милость в глазах твоих, царь, и если угодно царю, то пусть будет дарована мне жизнь моя по желанию моему и жизнь народу моего по просьбе моей. Потому что отданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы проданы мы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг и не стоит ущерба царя. И отвечал царь Ахашвирош, представляю, сразу небось хмель сошла-то. И сказал царица Эстер, кто это и где он, тот, что осмирился сделать так? Как в том фильме, да? Какая такая собака. Крымский хан с собаками, да. Да, это вам не телевали там. И сказала Эстер, недруг и враг это злобный Аман. И затрепетал Аман пред царем и царицей. О, сразу напрашивается параллель, да. Параллельное место, можно так, как вот мы говорим обычно в Библии. Агага, его предка, помните, да? Дрожащего, помните? Вот, Иоман так же затрепетал, видимо, таким же трепетом. Он так же задрожал нечестивец, как и его предок Агаг тот самый. Да, пред царем и царицей он задрожал, затрепетал. И в гневе своем поднялся с пира царь. Как убить мою царицу, первую леди? И Аман, что он здесь задумал вообще? И вышел в дворцовый сад. Аман стал просить царицу Эстер о жизни своей. И увидел, что решена ему царем злая участь. Когда вернулся царь из дворцового сада в дом пира, то Аман припадал к ложу, на котором была Эстер. И сказал царь, неужели еще и царицу насиловать будет он у меня в доме? Вышло слово это из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал царю Харвона один из евнухов, вот и дерево высотой в пятьдесят локтей, которое приготовил Аман для Мардыхая, говорившего во благо царю, стоит у дома Аммана. И сказал царь, повесьте его на нем. И повесили Аммана на дереве, которое приготовил он для Мардыхая, и гнев царя утих. Слава Богу! Вот тот самый Гитлер был повешен, будем договорить, да, вот того времени, имею в виду, замышлявший этот Холокост. Восьмая глава. На уничтожение народа, а здесь началось возвышение. Кривая наша пошла вверх. И Мардыхая становится, ну, по сути, премьер-министром, с печатью царя. Вот это да, слава Богу. Дальше уже читать веселее становится. И опять говорила Эстер с царем, и пала к ногам его, и плакала, и молила его. Ну, что за истерика, казалось бы, да? Ведь Аммана повесили. Но, хотя отрубили эту голову, но еще монстр был очень-очень опасен дальше. Этот антисемитский монстр, он хотел залить кровью империю. Указ-то, помните, да? Он был выпущен уже. Вот, и беда могла произойти. Как говорится, написано, пером не вырубишь, топором. И протянул царь... Да, а, плакала. О чем она молила, написано? Отменить злой указ Амана, Агагиянина и замысел его, что задумал он против иудеев. И протянул царь Эстер золотой скипетр, и поднялась Эстер, и стала прицарем. И сказала, если угодно царю, и если снискала я милость его, и если дело это правое на взгляд царя... Очень важно, да, после возвышения, значит, казалось бы, Мардахай, премьер-министр, и все, значит, можно было бы уже как-то там с царем более на равных. Нет, он приглядывался, когда власть дают кому-то, да, или деньги, то дающий власть и деньги, он сразу же приглядывается к реакции человека. Как он это принимает вообще? Значит, и слава Богу, что Эстер, она оставалась правильным сердцем, смиренная душа. Вот, и она также снова прицарем, она также смиренно просит. И дальше написано, если снискала я милость его, и если дело это правое на взгляд царя, и если я нравлюсь, я ему, даже так, ты меня любишь, да, сделает, да, нравлюсь я ему, То пусть бы написано было, чтобы возвращенные были бы письма замыслом Амана, сына Амадаты Аггиянина, который написал он об истреблении иудеев во всех областях царских. Потому что, как смогу я видеть бедствие, которое постынет народ мой, и как смогу я видеть гибель рода моего? И сказал царь Ахашвирош царица Эстера и Мордыхая иудею, вот отдал я Эстеру дом Амана, и его повесили на дереве, за то, что поднял он руку свою на иудеев. А вы, говорит, да, что напишите иудеев то, что вам угодно, именем царя и скрепите печатью перстня царского, потому что для того, что написано именем царя и скреплено перстнем царским, нельзя отменить. То есть отменить нельзя, но можно другой указ, который бы дальше бы, по сути бы, другую политику уже начал бы. И призваны были в ту пору песцы царские, в третий месяц, то есть месяца Севан, в 23 день его и написано было все так, как приказал Мордыхай иудеям, сатрапам и начальникам и правителям областей, что от Одо до Куша. Одо это Индия, Куша это Эфиопия, Африка, то есть от Индии до Африки, огромная территория. 127 областей, каждой области письменами ее и каждому народу на языке его, и иудеям письменами их и на языке их. И написал он именем царя Ахашвейроша и скрепил печатью перстня царского и отправил письма с верховыми гонцами, ездившими верхом на рысаках царских сконных заводов. А вы напишите о иудеях то, что вам угодно. О том, что царь разрешил иудеям каждого города собраться и встать на защиту жизни своей. То есть удар, защита в нападении. Что вообще, имели они право защищаться, а то они не имеют права даже защищаться. Все, это подвергались бы просто тупому истреблению, тотальному истреблению. Здесь иудеям позволено было защищаться уже. Так, на защиту жизни своей истреблять, убивать и губить всех вооружившихся из народа и из области тех, кто готов напасть на них. С детьми и женами, разграбить имущество их. То есть кто хотел убить их, и жен, и имущество их разграбить, вооружились уже. То есть вот именно их... Так, здесь, сейчас. Вопросы или нет? А, это пришло в сообщениях. Да, многие антисемиты или настроенные антисемитские люди порой до сих пор возмущаются. Почему мы, евреи, празднуем, допустим, Пурим? Что мы убили врагов своих. Дамы и господа, убивали врагов, вооружившихся против нас, против детей и жен наших, и готовящихся разграблять имущество наше. Вот в чем дело. Поэтому да. И Библия не осуждает нападение такое, когда ты защищаешься в нападении. Когда ты понимаешь, что будешь убит, и дети твои, и жены, и имущество будет разграблено. И ты делаешь первый удар, чтобы защититься. Вот так именно евреи и сделали тогда, в то время. В один день, во всех областях царя Ахашвироша, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адар. Ну, это вот вчерашний день, собственно, тринадцатое число. Сегодня четырнадцатое число у нас, месяца Адара второго, пять тысяч семьсот семьсот девятого года, от сотворения мира. Ну, а если считать от исхода, то три тысяча триста тридцатый год заканчивается, последний месяц как раз. Так, потому что от месяца Ниссан отчет идет. А если от Тишери и от создания мира, то пять тысяч семьсот семьсот девятый с половиной получается год. Так, дамы и господа, братья и сестры. И вот, да, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Список указа этого следует передать и в каждую область, как закон, объявляемый всем народом. И чтобы иудеи были к этому дню готовы мстить врагам своим. Гонцы верхом на царских рысаках быстро и спешно выехали по слову царскому. Указ же был дан и в крепости Шушан. Амор-де-Хай вышел от царя в царском одеянии из синеты и белой ткани и в большом золотом венце, и в мантии из белого льна и багреницы. И город Шушан возликовал и возрадовался. Да, наконец-то, да, когда праведные люди находятся уже у власти, то люди действительно радуются и веселятся уже. Слава Богу. И в каждой области и в каждом городе, всюду, куда приходило слово царское и указ его, радость и веселье у иудеев, пиршество и праздник. И многие из народов страны стали иудеями, потому что охватил их страх пред иудеями. О, вот так вот. Многие уверовали. Жив Господь Бог наш. Ам Израиль Хай. Од Авину Хай. Наш Отец живой. Израиль живой. Девятая глава. И все правители областей и сатрапы и начальники областей и исполнители дел царских поддержали иудеев, ибо охватил их страх пред Мордыхаем. Потому что был Мордыхай велик в доме царском, и слух о нем прошел по всем областям, так как этот человек Мордыхай становился все более влиятельным. И перебили иудеи всех врагов своих ударом меча, убивая и истребляя, и поступая с недрогами своими по воле своей. И в крепости Шушан погубили иудеи, убив 500 человек. 500 человек в столице антисемитов, этих фашистов, которые замышляли делать эти погромы и убийства, убили евреи. И дальше перечисляются имена вот этих нечестивцев, сыновей нечестивого Амана, потомка Агага, дрожащего. И Паршандату, и Далфона, и Аспату, и Парату, и Адалью, и Аридату, и Пармашту, и Арисая, и Аридая, и Вайзату. Десятерых сыновей Амана, сына Амадаты, врага иудеев, убили они, а на грабеж не простерли руки своей. Ну мы же не грабители, мы же не убийцы, не насильники, потому что убивающий врагов именно в защите, это не убийца, это они были убийцы, и они были убиты, которые замышляли убивать нас. Одним словом, всю эту нацистскую, антисемитскую группировку, в столице было 500 человек, насчитали таких, они были трупами, их убили. В тот же день донесли царю о числе убитых в крепости Шушан, и сказал царь, царица Эстер, в крепости Шушан погубили иудеи, убив 500 человек и десятерых сыновей Амана, то есть 510 получается. Что же сделали они в остальных областях царских, скажи, что это за желание у тебя, и будет оно исполнено, и о чем еще просишь ты, это будет выполнено. И сказала Эстер, если угодно царю, то пусть бы и завтра разрешено было иудеям, которые в Шушане действуют по указу нынешнего дня, а десятерых сыновей Амана пусть бы повесили на дереве. Но в то время не было телевизора, и казни были, если казни были, то были публичными, или унижения были публичными для предостережения всем врагам. И вот как бы были повешены эти 10 сыновей Амана, уже мертвые уже, для чего? Чтобы показать всем, смотрите, вот, что будет с теми, кто идет против Бога, что будет с теми, кто идет против народа Божьего. Посмотрите, чтобы была наука для всех оставшихся. Да, и сказал царь, чтобы так и было сделано. И дал, и дан был указ, в Шушане и повесили десятерых сыновей Амана. Также и в 14 день месяца Адара собрались иудеи, которые в Шушане, и убили в Шушане 300 человек. То есть, еще оставались вот эти некоторые там антисемиты-фашисты, которые прятались где-то. Вот, и знали, что, ну, как бы есть еще, они затаились, враги, где-то там, спрятались. Нашли, разыскали таких, разыскали, слава Богу, вот 300 человек еще на второй день убили в этой же столице. Получается, и того в столице погубили 810 человек, вот этих нацистов, фашистов этих. А на грабеж не простерли руки свои. То есть, как вот хотели они грабить, нас там все убивать, насиловать. Нет, мы же не такие, мы не уподобляемся им. Никакого грабежа, все, только защита, только вот истребить врагов, все. Которые замышляли убивать. Да, и дальше. Также в 14, так да, а, и остальные иудеи, которые в областях царских собрались, чтобы отстоять от врагов своих, жизнь свою и покой. И убили из врагов своих 75 тысяч человек, а на грабеж не простерли руки свои. То есть, по всей империи 75 тысяч человек было убито. Это огромная империя, повторяю, 127 стран. Было как бы, как бы, наподобие США, Соединенные Штаты Америки. Вот, а это Соединенные Штаты Ахашвироша. А, тоже, да, кстати, получается, США, Соединенные Штаты Ахашвироша. Можно, кстати, на следующий пуримшпиль такую, идейку такую подбросить, интересную. Соединенные Штаты Ахашвироша. Да, от Индии до Эфиопии. Огромная территория. И на всей этой огромной территории евреи перебили всех вот этих вот фашистов, антисемитов, которые замышляли вот устроить Холокост тогда. Итого было по всей стране, по всем этим 127 странам, нашлось таких негодяев 75 тысяч человек. Вот так вот. И написано, а на грабеж не простерли руки свои. Ну да, мы не уподобились им. Слава Богу. Божий народ не уподобляется врагам. Так было в 13-й день месяца Адара по всей стране, да. А в 14-й день его был покой и сделали его днем пиршества и веселья. А иудеи, которые в Шушане, которые еще там искали, затаившиеся в столице, притулившиеся где-то нацистов, антисемитов, этих фашистов, собрались в 13-й день этого месяца. И в 14-й день его, а в 15-й день его был покой и сделали его днем пиршества и веселья. То есть, по всем, ну, по огромной территории всей страны, всех 127 стран этих, 14-го числа делали праздником, как вот сегодня, да, сегодня 14-е число месяца Адара, 2-го. По гражданскому календарю сегодня 21-е марта 2019-го года. Вот. А уже в столице, в Сузах, в Шушане, праздником было 15-е число, то есть завтрашний день. Поэтому следующий день, завтрашний день мы называем Шушан-Пурим. Пурим в Сузах, как бы, да, в Шушане. Да, как был там Пурим Шпиль интересный, про свадьба в Шушановке. Так, дочитываем книгу «Исфирь». Поэтому иудеи и горожане, живущие в открытых городах, делают 14-й день месяца Адара днем веселья и пиршества и днем праздника, посылая подарков друг другу. И описал Мордыха это событие и разослал письма ко всем иудеям, которые живут во всех областях царя Аш-Вероша, ближним и дальним, чтобы обязались сделать 14-й день месяца Адара, вот сегодняшний день, и 15-й день его, завтрашний, то есть из года в год, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, то есть даже весь месяц он праздничный этот Адар, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за Пурим, спасибо тебе за этот месяц, Адар, когда ты обращаешь печаль в радость, скорбь в праздник, Аллилуйя. Ты делаешь днями пиршества и веселья, Аллилуйя, и подарков друг другу, подарков бедным, Аллилуйя. И приняли иудеи то, что сами уже начали делать, и о чем, ну уже сам народ это все уже понял, и даже до указа, они уже это делали, радовались, ликовали, подарки друг другу дарили, Аллилуйя. О чем писал Мордехай? Как Аман, сын Амдаты, Агивьянина, враг всех иудеев, задумал погубить иудеев и бросал пур, то есть жребий, чтобы запугать их и погубить их. И как предстала Эстер перед царем, как приказал он в письме дообратиться, злой замысел Амана, что задумал он против иудеев на его же голову, и повесили его и сыновей его на дереве. Поэтому и назвали эти дни Пурим, по названию Пур, потому, согласно всем словам письма этого, и тому, что видели сами, и тому, что постигло их, установили иудеи и взяли на себя, и на потомков своих, и на всех присоединившихся к ним, присоединяющихся к ним непременно, и с года в год праздновать эти два дня, как приписано было о них, и в установленное для них время. В эти дни памятны и празднуем мы из рода в род, в каждой семье, в каждой области, в каждом городе. Аллилуйя! И эти дни Пурима не будут отменены среди иудеев, и память о них не исчезнет у потомков их. Так и получилось. Уже почти два с половиной тысячелетия прошло, и память не угасла. Наоборот, мы празднуем из года в год этот праздник, и благодарим Господа Бога Всемогущего. Аллилуйя! И написала царица Эстер, дочь Вихаила и Мордехай Иудей, о силе, важности этих событий, о том, чтобы исполнили это второе письмо о Пуриме, и послала письма ко всем иудеям в 127 областей царства Ахаш-Вероша, со словами мира и правды, чтобы соблюдали они эти дни Пурима в назначенное для них время, как устроил для них Мордехай Иудей и царица Эстер, и как сами они установили для себя и для потомков своих в отношении поста и молитвы. И повеление Эстер подтвердило это слово о Пуриме, и было оно вписано в книгу. Аллилуйя! Да, и это вошло в Библию. И десятая глава завершающая. Осталось несколько строк всего, но очень важных. И обложил налогом царя Ахаш-Верош, страну и острова морские. А все деяния могущества его, и доблести его, и подробный рассказ о возвышении Мордехая, о том, как возвеличил его царь, все это вписано в книгу летописи царя Мадая и Параса. Ну, это медийских и персидских по нашему, да. Потому что Мордехай, иудей, был вторым после царя Ахаш-Вероша, и великим среди иудеев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему, и говоря, ко благу всего рода своего. Аминь, аминь. Вот такая удивительная книга. В Библии есть книга из Фирь. Да, слава Богу. Удивительная, святая, удивительная книга. Да.